Всем привет, друзья! Недавно прошло заседание Совбез ООН по Украине. Видео будет очень долгим и очень интересным, так что обязательно досмотрите его до конца, если вам интересна эта тема. В общем, без лишних слов, начнем. Несмотря на соблюдение в целом прекращения огня, ситуация на востоке Украины остается нестабильной. Люди по-прежнему гибнут и сталкиваются с немыслимыми лишениями, особенно в условиях пандемии. А переговоры в трехсторонней контактной группе зашли в тупик. Это если вкратце о чем сказали на этом заседании представительница генерального секретаря Розмоли Дикарло и представители ОБСЕ. Ну а что сказал Василий Небензе, как ему на это ответил Леонид Кравчук, и как потом прокомментировал его слова опять же Василий Небензе, давайте посмотрим целиком. Благодарю Вас, госпожа председатель. Мы благодарим госпожу Дикарло, госпожу Грау и господина Чевика за их брифинги. И приветствуем участие в сегодняшнем заседании Леонида Макаровича Кравчука, первого президента независимой Украины и представителя этой страны в трехсторонней контактной группе. Приветствуем также участие Германии, члена нормандского фарвата. Я, правда, не вижу Кристофа Хойзгина на экране, но я уверен, что он здесь с нами. Welcome back, Кристоф. Завтра исполняется шесть лет с момента принятия комплекса мер по выполнению минских соглашений по регулированию на Украину. Как известно, этот документ был подписан не в первый день внутреннего конфликта, разгоревшегося после печально известного Майдана. Киев, Донецк и Луганск шли к непростым взаимным уступкам целых девять месяцев. В течение всех этих шести лет по-прежнему нет ответа на два важнейших вопроса. Как именно Украина намерена мирным путем разрешить конфликт и каким Киев видит будущий особый статус Донбасса в составе Украины. А от ответа на эти вопросы целиком зависит, какие бы то ни было перспективы урегулирования. Ведь после начала в 2014 году силовой акции Киева и продолжающихся по сей день обстрелов жилых районов украинской армии, донбассы, уже не чувствуют связи с Украиной. Острелы усилились. Господин Чевик упомянул в своем брифинге о том, что с момента бессрочного прекращения огня было 92 случая гибели мирных граждан. Я бы хотел и сказать, каково соотношение этих погибших, с какой стороны. Мы регулярно привлекаем внимание к этой ситуации, поскольку Совет Безопасности в 2015 году незамедлительно утвердил с таким трудом достигнутый в Минске компромисс своей резолюции 22.02, сделав документ частью международного права. Предполагалось, что учрежденная трехсторонняя контактная группа станет уникальной площадкой для прямого диалога трех украинских сторон в присутствии ОБСЕ и России. Другого международного признанного формата урегулирования, у спровоцированного Майданным переворотом внутри украинского конфликта, как справедливо сегодня говорила госпожа Декарла, нет. При этом наше законное и понятное стремление привлечь внимание к необходимости выполнения Украины и Минского комплекса мер Киев и наши западные партнеры преподносят как российскую пропаганду и распространение ложной информации. К сожалению, уверен, что подобные обвинения мы услышим и сегодня. Так же, как и мантру о том, что минские договоренности якобы не выполняет Россия. Я хочу воспользоваться присутствием здесь госпожи Грава и попросить ее прямо ответить на вопрос. Упоминается ли Россия в тексте Минского комплекса мер, кроме подписи нашего представителя, засвидетельствовавшего документ наряду с представителем ОБСЕ? Расскажите нам, какие обязательства в них адресованы конкретно к России? Это будет в том числе полезно и для новых членов СБ, которые пока еще не имели возможности погрузиться в украинскую проблематику. Хотел бы также воспользоваться случаем и попросить наших уважаемых докладчиков прямо, не уклоняясь, ответить на конкретные вопросы о якобы имеющем место в выполнении Украины Минского комплекса мер, о котором нам будут рассказывать наши западные украинские коллеги. Обеспечено ли помилование и амнистия путем введения в силу Украины закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями на Донбассе? Это пункт пятой Минских договоренностей. Как в этом контексте выглядит то, что даже в отношении тех, на кого распространяется обмен военнопленными, Киевом не прекращены уголовные дела и имеются примеры повторного задержания. Восстановила ли Украина управление сегментом своей банковской системы в районах с затронутым конфликтом? Пункт восьмой комплекса мер. Идет ли диалог украинских сторон о модальностях проведения выборов и будущем режиме самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, как предусмотрено пунктом четвертым комплекса мер. И, наконец, самое главное. Проведена ли конституционная реформа на Украине? Вступила ли в силу новая конституция, предполагающая в качестве ключевого элемента децентрализацию? В пункте одиннадцатом комплекса мер предусмотрено, что это должно было произойти еще в конце 2015 года. Принято ли постоянное законодательство об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, отвечающие критериям, сформулированным в примечании к пункту одиннадцатом? Напоминаю, что именно эти два шага должны предшествовать восстановлению полного контроля над госграницей со стороны Украины. Заодно, пожалуйста, расскажите нам, внедрена ли в украинское законодательство так называемая формула Штайнмаева, выдвинутая в нормандском формате еще в октябре 2015 года, с тем, чтобы облегчить Украине выполнение пункта одиннадцатого комплекса мер. Хотелось бы получить комментарий наших докладчиков и в отношении опубликованного на днях Министерства реинтеграции Донбасса законопроекта по возвращению этого региона под контроль Киев. Авторы документа мыслят стратегически. На 25 лет вперед они рассчитали, как продолжать нарушать Минские соглашения. В документе нет ни слова о прямом диалоге с Донецком и Луганском, равно, как и о согласовании с ними особого статуса для Донбасса. Вместо этого фантазия об учреждении некой международной администрации и проведении выборов лишь спустя два года после этого. Как вы думаете, согласятся Донбасса на такую форму международной оккупации их родного края? И главное, как, по-вашему, все это соотносится с положением резолюции Совета безопасности 22.02? Параллельно мы вынуждены констатировать, что упорное нежелание Киева выполнять обязательства по комплексу мер не скрывается уже даже на уровне украинского руководства. Вот, например, президент Зеленский в мае и декабре прошлого года утверждал, цитирую, «Минские соглашения необходимы не для урегулирования конфликта, а только для сохранения санкций против России». Конец цитаты. Первый вице-премьер Украины, глава украинской делегации в контактной группе Резников в своей январской статье заявил, что Киев будет добиваться переформатирования минских договоренностей. Этот документ, по его мнению, представляет собой скорее политико-дипломатическую договоренность, нежели международный договор. Более того, его срок по убеждению Резникова якобы истек еще 31 декабря 2015 года. Одновременно господин Резников задается вопросом, «Можно ли убедить Россию согласиться на изменение минских договоренностей или полностью формата урегулирования?» Приходится констатировать, что, очевидно, он забыл, что минские договоренности в качестве единственной основы внутриукраинского урегулирования поддерживают не только Россию. 6 июня 2018 года Совет Безопасности ООН в заявлении председателя напомнил о необходимости строгого выполнения резолюции 2202 и комплекса мер. Однако ООН уже не моргнул глазом, утверждает, что, цитирую, «Украина выполнила практически все договоренности, достигнутые в ходе парижского саммита в нормандском формате». Конец цитаты. То, что в действительности Киев, напротив, до конца не выполнил ни единого своего обязательства по комплексу мер, его, по-видимому, не смущали. Вместо выполнения минских договоренностей мы слышим из Киева прежние, простите, сказки о продолжающейся российской агрессии, на которую Украина списывает все. И это при том, что доказательств этой самой агрессии никто так и не представил, что неудивительно. Более того, ваш предшественник, госпожа Грау, на этом посту, господин Апакан, два года назад на аналогичном заседании недвусмысленно указал, что СММ не фиксировала и не фиксирует нахождение российских военных подразделений на Донбассе. Надеюсь услышать от вас подтверждение этого факта и сегодня. О том, как Киев делает вид, что выполняет договоренности, мы хорошо знаем от представителей Донбасса, которые лично поделились этой информацией с Советом в ходе организованной нами 2 декабря прошлого года неформальной встречи по формуле Ария. К слову сказать, украинская делегация и ее западные покровители, включая членов нормандского формата Германию и Францию, от участия уклонились. Нам бы и сегодня было бы неплохо послушать напрямую представителей Донбасса, ведь они участники процесса урегулирования. Интересно, что участники нормандского формата, а именно Германия, Франция, да и другие страны, не отвергают прямого диалога с движением, например, с движением Ансара-Ла в Йемене, с представителями сирийской или венесуэльской оппозиции, в конце концов, с непризнанными государственными образованиями в Восточном Средиземном море. Однако инициативы, направленные на установление прямого общения Киева с жителями Донбасса, реальными жителями Донбасса, а не подставными, как это предусматривает минские договоренности, вызывают у них нервную реакцию. Не вы ли, господа, подчеркиваете важность политика дипломатического разрешения конфликтов через инклюзивный диалог? Где же тогда ваши принципы? Мы благодарим те делегации, которые не побоялись принять участие в упомянутой формуле Арии и услышать голос жителей Донецка и Луганска. Тем же, кто смолодушничал, скажу, те, кто поддерживают лишь одну сторону внутри украинского конфликта и потакают вопреки фактам ее болезненным фантазиям о российской агрессии не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее, соучастники творимых Киевым преступлений против населения Донбасса. В заключение отмечу, если Украина заинтересована в нормализации на Донбассе, то Киеву важно прилагать все усилия, чтобы жители восточных районов не боялись, а наоборот стремились вернуться. Пока же, как рассказали представители Донбасса Советов, имеет место, по их словам, полное безразличие Украины к жителям Донбасса, интерес только к территориям или же откровенно агрессивные намерения. Между Донбассом и Украиной уже пролегает огромная пропасть. Говорят о них. Судить сами, законы и законодательные инициативы Украины за последние шесть лет по языковой политике подрывают законные права граждан говорить на родном языке. Ограничивается и зачищается информационное поле. Реформа системы образования по своей природе также стала дискриминационной, что признается в частности в Венецианской комиссии Совета Европы. Недавнее антиконституционное решение президента Зеленского, который еще в сентябре 2019 года клялся не закрывать никакие телеканалы и не покушаться на свободу слова, привело к закрытию сразу трех оппозиционных каналов, что вызвало бурю общественного недовольства вплоть до постановки вопроса об импичменте. При этом поразительная реакция наших западных коллег, кратующих за свободу слова. Они этот шаг дружно одобрили. А законопроект об интернировании принудительном отселении граждан России, который фактически пытается легализовать концлагеря на территории Украины. А инициатива, предусматривающая ответственность за сокрытие гражданства других государств. Как она должна работать в условиях, когда продлить действия украинских паспортов Донбасса не могут? Все эти инициативы прямо ущемляют в правах жителей Донбасса, лишая их мотивации стремиться обратно на Украину. И Россия тут ни при чем. Я уже не говорю о повсеместной героизации на Украине пособников нацистов. Накануне Дня памяти жертв Холокоста мы распространили в Совете документ, содержащий длинный перечень вопиющих случаев героизации нацистских пособников, составленный на основе публикации в Твиттере председателя украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского. Масштабы этой раковой опухоли, поразившей Украину, просто ошеломляют. Однако должной обеспокоенности по этому поводу мы не видим ни у ЭБСЕ, ни у наших западных коллег. Это вопиющие двойные стандарты. Украине надо не терять время на отговорки и сомнительные геополитические игры, а меняться обеспечивая должное соблюдение прав человека, национальных и языковых меньшинств и свободы СМИ. Как это, кстати, было в домайданной Украине. Киеву надо заняться честной реализацией обязательств по комплексу мер в плотной координации с Донецком и Луганском, а не повторять и не прикрываться ложью о войне с Россией. Готова ли Украина двигаться к миру и выполнять свои обязательства? Готовы ли вы, наши западные коллеги, недвусмысленно это от нее потребовать? Признаков этого, к сожалению, все меньше. Надеюсь на вашу принципиальную позицию сегодня, а также на то, что наш украинский коллега Леонид Макарович даст нам хоть какие-то позы для оптимизма. Главный договор госпожа председатель за возможность принять участие в дискуссии Совета безопасности по вопросу, имеющему огромное значение для моей страны и, думаю, для безопасности в Европе. Я также благодарю докладчиков и членов Совета безопасности, которые выразили поддержку Украине и представили оценку событий, связанных с российской агрессией. Эта оценка ясно указывает на то, что Кремль не принял решение окончательно положить конец конфликту. Ее агрессия продолжается. уважаемые члены Совета безопасности, моя задача сегодня представить из первых уст информацию по выполнению минских договоренностей. итак, позвольте мне кратко остановиться на динамике ситуации. Украина предпринимает практические шаги для урегулирования конфликта, преодолевая противодействие России в процессе переговора. Хочу подчеркнуть, что многие из этих шагов, которые мы предпринимаем, были бы невозможны без поддержки нашего партнера, наших партнеров, в том числе в организации объединенных наций, как на двустороннем, так и на двустороннем уровнях. Как уже упоминалось некоторым членам и совета, 9 декабря 2019 года лидеры стран Нормандской четверки приняли ряд важных мер, которые должны были реализованы сторонниками конфликта. Важное значение имел и призыв Генерального секретаря Организации Объединенных Наций глобальным прекращением огня в связи с пандемией COVID-19. Украина была одной из первых в мире стран, кто его поддержал по понятным причинам. Я прошу вас, госпожа Дикарло, передать мои слова благодарности генеральному секретарю. Что же сделано конкретно Украиной? Нам удалось договориться о завершении разведения сил и средств на трех пилотных участках. Мы инициировали еще четыре новых участка заведения. Украина также инициировала постоянный формат консультаций в рамках трехсторонней контактной группы после начала пандемии COVID-19. Мы знаем, что ситуация с COVID-19 на оккупированных территориях очень тяжелая. И уверены страдают и украинцы страдают из-за необходимости операционных администраций оказывать необходимые медицинские услуги. Украина предложила еще на год до 31 декабря 2021 года действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Руганской области. По инститиве делегации Украины на осмотрение ТКГ был представлен план совместных шагов участников ТКГ по выполнению минских соглашений. Этот документ содержит практически предложения направлены на прекращение конфликта и полностью соответствует духу и букве минских договоренностей. В декабре 2019 и в апреле 2020 мы договорились о взаимном освобождении удерживаемых лиц и смогли вернуть из плена многих наших свадчая честников. Украина одобрила рамочное соглашение ТКГ о противоминной деятельности а также доработанный план разминирования на 19 согласованных участках. Российская сторона под различными предлогами отказывается завершить работу по разминированию а также по четырем новым участкам разведения сил и следствия. На гуманитарном уровне 10 ноября 2020 года наконец были открыты два новых контрольных пункта въезда-выезда в Золотом и Счастье в Луганской области. К сожалению, с первого же дня работа пункта была прервана Аквационной Администрацией Российской Федерации. Украина также увеличила уровень представительства ТКГ включив высоких должностных лиц правительства и глав парламентских комитетов, а также известных представителей общественности отдельных районов Донецкой и Луганской областей из числа внутренних перемещенных лиц. Как видите, лишь беглые перечисления далеко не всех, а лишь основных шагов, которые мы совместно с нашими партнерами в течение последних 12 месяцев предпринимаем, свидетельствует о конкретных усилиях Украины по регулированию ситуации на Донбассе. К сожалению, Россия не ответила взаимностью на эти шаги. Наоборот, в январе-феврале этого года число нарушений режима прекращения огня со стороны российских незаконных вооруженных формирований значительно возросло, что привело к новым боевым потерям среди украинских военнослужащих. Из-за искусственной обструкции работы ТКГ на политическом треке так и не был достигнут прогресс в рассмотрении рабочих предложений Украины относительно имплементации политических аспектов общих согласованных выводов Парижского саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года. До сих пор не получено дотной реакции российской стороны на наши действия на других направлениях. Обструкции и блокирование становится, к сожалению, практической нормой поведения российской делегации ТКГ. Госпожа председателя, упомянутый переговорный процесс ведется на фоне суровой реальности в условиях продолжающейся российской агрессии. Россия демонстрирует неуважение к нормам и принципам международного права. Мы видим на временно оккупированных территориях у и временно оккупированных Крым. обычной практикой стало незаконное пресечение неподконтрольного Украины участка границы российскими грузовыми эшелонами и автомобильными колоннами, которые доставляют на временно оккупированную территорию вооружение, боеприпасы и персонал. Должен сказать, на сегодня уже никого не вводят за обруждение попытки России убедить международное сообщество в том, что украинецкать нет российских войск, оружия или наемников. Фактически Российская Федерация превратила отдельные районы Донецкой и Луанской областей, а также Крым в свой крупный военный форпост. Россия продолжает выдавать сотни тысяч российских паспортов украинским гражданам, проживающих на оккупированных территориях. Донбасс находится на грани экологической катастрофы и не только в связи с загрязнением воздуха и почвы, взрывами боеприпасов мин, но и вследствие радиоактивных выбросов. Хочу напомнить, что в 1979 году на территории шахты Юнком, которая сейчас находится на временно оккупированном Донбассе, советским правительством был проведен ядерный взрыв. После взрыва в шахте образовалась радиоактивная полость. из которой постоянно откачивали воду, чтобы реакция не попала на поверхность и в грунтовые воды. Почти три года назад оккупированная администрация прекратила откачку подземных вод и радиация уже проникает в горизонты питьевой воды. Кроме того, вследствие российской агрессии МАГАТЭС 2014 года не в состоянии осуществлять проверку локаций на оккупированных территориях, где используется ядерный материал. Украина предпринимает конкретные усилия, но до сих пор мы не получили ответа российской стороны на наш соответствующий запрос, что вызывает у нас глубокую озабоченность. Госпожа председатель, убежден, что обсуждая вопрос имплементации минских договоренностей, мы также должны думать о будущем, когда конфликт, я надеюсь, будет решен. Вместе с советом и секретарятом нам необходимо стратегически взглянуть на будущее Донбасса. Давайте продолжим нашу тяжелую, но столь необходимую работу. Вместе мы можем очень новое. Как глава украинской делегации в ДКГ я готов к ежедневному тесному взаимодействию. Приглашаю всех в продолжение конструктивного диалога и рад, что послы стран Украины тесно работают в этом направлении, оказывая нашей стране необходимую помощь. В пользу и случаем я хотел бы повторить, что работа ООН на оккупированном Донбассе в области мирового строительства может стать очень важной частью нашего сотрудничества, направленного на восстановление основной ожидаем такого же подхода и от российской стороны. Спасибо за внимание, госпожа председатель. Спасибо, госпожа председатель. Я бы хотел покомментировать некоторые слова, которые сегодня были произнесены и вопросы, которые были заданы. Собственно, сегодняшнее заседание не могло нас ничем удивить. Мы знаем, кто, как и о чем говорит в отношении этого конфликта. Госпожа Грау говорила сегодня в ответах на вопросы, кстати, не пол, на самом деле, который мы ей задали, о том, что длительное время продолжаются дискуссии о сторонах конфликта. Мой вопрос, который я задавал, касался не дискуссии о том, кто является сторонами конфликта, а упоминается ли Россия как сторона минских договоренностей? Ну, я могу ответить за госпожу Грау, если она сама не смогла сделать это. Нет, упоминания России как стороны минских договоренностей не существует. Я с наслаждением слушал сегодня выступление своего друга Кристофу, я искренне по нему соскучился в Совете. Он упоминал Будапештский меморандум, я говорил ему о том, что я готов с ним провести отдельные консультации двусторонние в составе той группы, которую он сам выберет в Будапештском меморандуме о том, как родился этот документ, кто стоял за его происхождением. Это тема, конечно, отдельного разговора, но я могу очень кратко, чтобы удовлетворить его любопытство нашей позиции, сказать, что, сказать, что, когда мы комментировали это в свое время, мы говорили о том, что Россия не брала на себя обязательства по Будапештскому меморандуму принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли своего населения, местного населения. А положение Будапештского меморандума не распространяется на обстоятельства, ставшие следствием действия внутри политических или социально-экономических фактов. Давайте сейчас оставим в стороне Будапештский меморандум. Кристоф играл понятиями, кто кого оккупировал. Россия ли оккупировала Украину или может быть саркастически вопрошал Украину оккупировала Россию. На этот вопрос есть простой ответ. Украина оккупировала Украину. К сожалению. К сожалению. И ведет войну на своей собственной территории. Я внимательно слушал сегодня Леонида Макаровича представителя Украины в трехсторонней контактной группе, который, кстати, и был заявлен как представитель Украины в трехсторонней контактной группе на сегодняшнем заседании, а не как представитель Украины. Это ставит законный вопрос. А где другие представители в трехсторонней контактной группе, включая представителей ОРДЛО. Леонид Вакарович много говорил об усилиях Украины по выполнению Минских соглашений, по выполнению решений Нормандского саммита. И на словах это звучит как активная, целеустремленная работа Украины по выполнению этих договоренностей. Он упомянул, что Украина представила предложение, некую дорожную карту по выполнению Минских соглашений. Только он, к сожалению, забыл упомянуть о том, что эта карта на 3 четвертых противоречит тем самым Минским соглашениям, которые Украина якобы выполняет. Я, к сожалению, не получил ответа на вопросы, которые мы ставили в нашем заявлении. Как оценивать заявления официальных лиц Украины по поводу Минских соглашений? Как оценивать ваши собственные слова, Леонид Макарович, многочисленных интервью, которые вы давали в последнее время? Вы опытный, уважаемый человек, и мне неудобно цитировать сейчас здесь то, что вы говорили в своих интервью по поводу Минских соглашений, и по поводу жителей Донбасса, и по поводу того, что должно происходить на этой территории. Вы упомянули о том, что Украина готова разминировать участки территории на линии соприкосновения. Упомянув при этом о том, что российская сторона отказывается разминировать территорию на своей стороне. Россия Вы упомянули, что Россия отказывается разминировать свою территорию. Россия участвует в разминировании во многих странах. В Сирии, в Армении, в Азербайджане, в Нагорном Карабахе. И мы готовы прийти на помощь, если нас об этом попросят украинские власти. Но мы ничего не можем разминировать на территории на линии соприкосновения, где мы не присутствуем. О чем сегодня еще раз подтвердил господин Чевик. Если говорить о комментариях господина Чевика, я услышал, что он говорил по поводу жертв среди мирного населения. На сегодня упоминалась еще одна цифра. Мне кажется, говорила представитель посола Великобритании о том, что с начала конфликта, во время, с начала конфликта его жертвами стали 3,5 тысячи только мирных жителей. Мне было бы очень интересно попросить господина Чевика дать процентное соотношение этой цифры, с какой стороны и сколько мирных жителей погибло. Я не очень понял вопрос, который задал мой французский коллега в отношении того, какие обязательства по выборам не выполнила Россия по итогам нормандского формата в декабре 2019 года. Насколько я понимаю, в этих договоренностях была подтверждена та формула, которая закреплена в Минских соглашениях и упомянута формула Штейна. Это мы настойчиво призываем украинскую сторону выполнить эти положения. Много я мог бы еще сегодня что сказать, но не уверен, что формат сегодняшнего заседания позволит нам это сделать. Я только хочу подтвердить важность продолжения обсуждения этой темы в составе Совета Безопасности. Я хочу, мы будем настойчиво пытаться донести до тех членов безопасности, которые продолжают повторять заученные формулы о том, что должна сделать Россия для того, чтобы прекратить этот конфликт, чтобы донести до них о том, что их посредничество будет успешным только тогда, когда они будут серьезно и настойчиво работать с украинской стороны для того, чтобы выполнить свои обязательства по минским договоренностям. Благодарю вас. Вот как-то так, друзья. Что думаете вы, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем и дальше наблюдать за заседаниями Совбеза ООН. Ну а у меня на этом все. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!